Видео урок рисуем японский пейзаж гулашью. Подробный список материалов ищите под этим видео. Для начала возьмем большую кисть, смешаем белый с синим, сделаем очень светло-голубой цвет и в правой верхней части начнем закрывать небо. Закрываем активными мазками. Далее берем белый цвет и начинаем добавлять объем облаков. Теперь добавим цвет больше синий, сделаем цвет чуть темнее неба и начнем добавлять горы вокруг неба. У гор делаем очень сильный скат. С правой стороны полностью закрываем этим цветом, с левой стороны частично. Добавляем больше белого в цвет, отмечаем светлые участки по движению. Добавляем цвет больше синий, зеленый и отмечаем гору с левой стороны. Полностью закрываем левую часть листа. Добавляем цвет больше белого. Добавляем цвет больше белого. Далее в цвет добавляем синий. Данным цветом закрываем дальнюю часть воды. Далее в цвет добавляем больше синего. Закрываем центральную часть воды. Далее в цвет добавляем темно-синий. И участок воды перед нами закрываем данным цветом. Вода к нам должна становиться темнее. И переходы плавно растушить. В цвет добавляем коричневый. У нас получается сероватый и зеленоватый оттенок. Данным цветом отмечаем холм перед нами. Далее берем среднюю кисть, смешиваем синий с белым. Отмечаем у дальней горы нижнюю часть. Закрываем пробелы водой. Добавляем цвет больше белой. И дальнюю часть воды полосочками высветлить. И по всей воде расставим блики горизонтальными линиями. У дальней горы добавим вдали водопадик. Тонкой кистью белым цветом. Под водопадом воду высветлим. Намек нам пену оставим. И добавим блики на воду. Добавляем цвет зеленый. И с правой стороны отметим дальний бережок, покрытый деревьями. Добавляем цвет белого. Делаем его светлее. И светлые отблески в дальние деревья отметим. Этим же цветом добавим отражение на воде. Тонкой кистью белым цветом добавим отблески в воде. И у левого берега также отблески отметим. Возвращаемся к темному цвету от берега. Добавляем туда белый. У нас получается серый оттенок. Этим цветом с левой стороны добавляем крышу. Говарка начинает. И лица добавляем белый. И лица поставим ее пролетело. Он еще тоже орел из cayenne. И жар orっこansenaux отблески немного золотая. ДАМАРAU Далее в цвет добавим белье, отметим отблески на крыше, отметим ее рельеф черепицы, серый цвет добавляем красного и нижнюю часть дома данным цветом отрисуем. Отметим положение окон, в серый цвет добавим синего и окна данным оттенком закроем. Красным цветом выделим рамы и переходим к деревьям вокруг. Смешиваем зеленый с желтым, средней кистью, мазочками, начинаем добавлять деревья вокруг дома. Далее в цвет добавляем больше желтой и продолжаем добавлять деревья. Желтым цветом добавим светлые верхушки, продолжим добавлять деревья оранжевым цветом. Чтобы получить оранжевый смешивайте желтый с красным. Чтобы затемнить деревья снизу берем красный цвет. Теперь смешиваем темно-синюю и зеленую, отмечаем теневые участки под деревьями, точно также крупными мазочками. Добавляем голубой цвет коричневый, белый, чтобы получился светло-светло-серый оттенок. И на правой части берега отмечаем небольшой мостик. Добавляем цвет больше синий и коричневый. Темно-серым цветом отметим объем моста. И также этим цветом разметим камушки вокруг мостика. И также по всему берегу рельеф камней начнем добавлять. Добавим цвет немножко черный. Начнем добавлять теневые участки на мосту и в камнях. Добавляем больше черный, синий и еще углубим тени на камнях и за мостиком. Добавляем еще больше черный. Отмечаем теневую часть моста. Рельеф кирпичей отметим. Теневые участки в камнях добавим. Еще сильнее выделим стыки. Далее берем белый немножко желтый. Тонкой кистью начинаем добавлять отблески. На мосту. На камнях и на деревьях. Также на крыше дома отметим миски. Возвращаемся к среднему серому оттенку. Добавляем в него беложелтую. Таким световым цветом продолжим отмечать цветы участки на камнях. Теперь смешиваем зеленую с белым и желтым. Ближе к нам на берегу справа и слева от моста добавим крону деревьев. Мелкими мазочками. Также небольшие травиночки вокруг берега. Добавляем цвет больше зеленый и синий. Отмечаем теневые участки в кроне деревьев и в травинках. Возвращаемся к бело-желтому цвету. Отмечаем цвет в участке в лист 2. И данным цветом добавляем стволы и ветки деревьев. Темно-серым цветом отметим тень от деревьев. Возьмем белый, немножко синего, светло-голубым цветом. Под мостиком добавляем водопадик. Водопад добавляем по объему камня. Возьмем белый цвет. Продолжаем прорабатывать водопад. Добавляем отблески в воду. Возвращаемся к зеленому цвету, оранжевому. И отмечаем отражение на воде горизонтальными полосочками. Темно-синим цветом ставим теневые блики на воду. Белым цветом ставим светлые блики на воду. В нижнем правом углу нам осталось добавить веточку. Возвращаемся ко всем оттенкам зеленого, которые у нас есть на палитру. И ставим основу. Поверх коричневым цветом отмечаем веточку. Зеленый синим цветом. Поверх веточки отмечаем теневые листочки. Можно еще немножко добавить цвета, светлой зелени. И на этом все. Рисунок готов. Большое спасибо за внимание. Если вам понравился видео урок, то обязательно поставьте палец вверх и расскажите о нем друзьям. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дериард. Пока-пока!